Когда же откроют дневной стационар? Девчата говорят, охота пролечиваться, прокапываться охота. Охота жить! А жить охота всем этим людям. Сегодня десятки человек в ожидании терапевта, которого ждали долгие годы. Пока врач задерживается, люди рассказывают, с приходом молодого специалиста у них появилась надежда на дневной стационар. Здесь раньше лежали, тоже был дневной стационар. Было очень удобно. 7 километров мы раз и приехали, а сейчас этого нет. И врачи есть, и отапливается в больнице. Этого нет. Бывший терапевт ушел на пенсию 6 лет назад. С ее уходом закрылся и дневной стационар. От него осталась лишь лечебная амбулатория, одна на три села. Помощь оказывается здесь в полной мере, кроме стационаров. А здесь полностью терапевт, лаборатория, акушерский кабинет, детский фельдшер у нас сидит, процедурный кабинет, перевязочный кабинет, прививочный. Ходим сюда, полят нас здесь. Но если уже капельницы, то посылают в районную больницу. А за капельницами жители трех сел Назаровки, Полуямок и Щегуля вынуждены ездить в Михайловскую ЦРВ. Так, путь, к примеру, от Назаровки до Михайловского 25 километров. От дальнего Щегуля все 40. В Полуямской больнице бы, конечно, нам было хорошо. Потому что, как говорится, или в Михайловку нам ехать. У нас еще с транспортом очень большая проблема. Нам ни уехать, ни приехать. Одну газель дают на три деревни. Две деревни сели, Назаровка уже остается. Или на попутку иди, или кого-то нанимать. А нанимать надо 500 рублей отдать. Проблемы исчезнут, когда заработает Полуямский стационар. Правда, как нам рассказал главврач Михайловской ЦРВ Александр Бок, открывать медучреждения будут не раньше следующего года, когда новый терапевт, который сегодня задерживается, набьет руку. Мы не преследуем цель. Вот он человек, мы его сейчас кинем в это пекло. То есть мы его немножко настроим. Врач вводится в курс дела сейчас. То есть она проходит практику, можно сказать, на рабочем месте Михайловской ЦРВ. В том числе, чтобы понимать взаимодействие между поликлиникой и стационаром. Каких пациентов мы отбираем на госпитализацию. Каких пациентов привозит скорая помощь. Какие пациенты направляются в край и ведутся амбулаторно на месте. А по поводу опоздания врача, главный врач Михайловской ЦРВ пояснил следующее. Мы сейчас это все проработаем. Это сегодня день такой был просто у нас. В том плане, что рапорт был и немножко, да, недоработала она. Расписание мы составим. Обычно ежедневно она ведет прием и приезжает вовремя. Ну, сегодня. Кстати, Александр Бок также добавил, что в будущем в дневном стационаре разместят в ней пять коек, в чем уверены местные жители, а цитируем столько, сколько нужно. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.